Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Греша! Мы озвучиваем занятия, которые были с первого года восстановления Потеряевки, с 1991 года, тематические. Появился колокол, привезли. Сразу говорю об колоколе все данные. Колокол. Что означает колокол? Какой это символ или сигнал в нашей жизни? Когда он появился, что для нас значит? Не просто фиксируем факты, даты, моменты, но идем дальше. Есть ли какая-то польза от него? Нахожусь, что в церкви произошла и здесь подмена, перекос. Человеку ничего нельзя давать, кроме написанного в Евангелии. Чуть-чуть в сторонку только шагнули, и уже начинаются переходы, перекосы. В православии везде сквозит желание сделать все более возвышенным, чем то, что повелевает Библия. Вот пример Матфея 19,17. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Здесь несколько вариантов. Или ошиблись евангелисты при написании этих слов. Или это был не Христос. Или мы тянем не туда. Если у нас приблагие и Богородица и ангел много других эпитетов, почему бы ими не воспользоваться? Если на это запрет, то для чего же нам нужно этим словом так опасно пользоваться? Даже по отношению себя Христос сделал эту оговорку, если это слово не связывают с Божеством. Евреям 10,1. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Колоссянам 2,17. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Было в истории события. Мазали кровью ягненка, косяки и перекладину. И что их спас ангел. Но это указывало на Христа. 1 Коринфянам 10,6. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Все, что было в Ветхом Завете, было прообразом будущих благ. 1 Коринфянам 13,12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло. Гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я от счастья, а тогда познаю, подобно как я познан. Теперь же открытым оком смотрим на саму истину. Тогда были скрижали закона в ковчеге. Разве нельзя принять, что слово это скрижали, есть Христос, а ковчег это Божья Матерь. Святые отцы так именно и истолковали это. А что есть колокол? А колоколе в Библии нет ни звука, ни слова. И в житиях святых мы находим упоминание о колоколе где-то в 12 веке. А теперь создали целую науку по литью колоколов. Как канонаршить, как бить и по какому случаю, как учить на звонарей. У меня есть колокол, отлитый в 1774 году. Чудно, как певучий. Но попробуй скажи, что без него можно спастись. На тебя посмотрят православные патриоты, как на чужака. Ну и здесь виден страшный перекос. Притом перекос в сторону сокрытия истины. Колокол пришел взамен того, что нет сейчас проповеди. Священникам эти слова мои очень не нравятся. Только потому, что они подсознательно чувствуют, что они виновны все в этом. Когда Иероним Стридонский, один из самых почитаемых в западной церкви, стал говорить о священниках, его посчитали вероотступником, ибо он вскрыл все недостатки священства. Книга называется «О нравственности священства». В библиотеке нашел только, здесь нигде не мог найти, нашел только в Жордан-Виле в Америке. Но в руки мне ее так и не дали. Вот как хранят. Ему друзья писали, что на мельницу врагов христианства льешь. Как теперь нас везде поносят, что ты вскрыл все наши язвы, недостатки, что это хамов грех, что ты наготовь матери церкви показал. Ты виновен перед всей церковью. Кто это говорил, уже никого их нет нигде. Он прямо назвал священников, которые не учат паству, антихристами. Василий Великий называл таких идолами, что также они позлащены и также безгласны. И Азлатоуст говорит, что большая часть священников погибает. Если на показ сегодня вечером стояло десять с архиереем, то шестеро уже будут гореть в аду. Может быть и не так будет, но святым что-то было же все же открыто. Длинные звуковые волны, низкие, высокие тона. Большой колокол слышно километров за двадцать и более. А маленький колокольчик рядом только слышно. Но для чего это все нужно? И кто такие средства тратит, чтобы с такими усилиями и перенапряжением тащить на такую высоту колокола и из такой дали? Дали, дали, дали. Дали. На основании священного писания узнаем, что в Новом Завете пришедшая истина практически не востребована. Она завуалирована символами. Все еще пытаемся по ветхозаветному все скрыть под образами. Вот выносит свечу перед выносом Евангелия. Оказывается, что это означает вовсе и не свечу, какую все видят. А перед пришествием Христа на проповедь вышел Иоанн Креститель. Евангелие, это сам Христос, вынесли молча Писание. Молча постоял дьякон и занесли снова Евангелие и водрузили на престол. И когда нам говорят, что святые имели желание во всем подражать только Христу и поступать по Евангелию, я не просто сомневаюсь в этом, а опровергаю это. Как они стали святыми, я не знаю, и принимаю их за святых, молюсь им. Но они поступали не прямо по Евангелию. Не могу мыслить трафаретами избитыми, как ныне мыслит все православие. Есть преподобные, блаженные, и есть названия, названные великими. С этим прозвищем не больше 12 человек за всю христианскую историю было. Сейчас подсчитал еще раз 17, надо поставить здесь. Тогда говорил я 12, еще нашлись там откуда-то, я их не оспрашиваю. Пимен был известен, Иоаннихи нет, теперь великий названный. Пимен был великий, он скрылся в монастыре и не показывался народу. Что тут евангельского? Не оспариваю его великость. Ну зачем же обманывать людей, говоря, что он поступал по Евангелию? Христос четко и ясно выразился, Марка 16, 15, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Сегодня слышу проповеди Ярла Николаевича Пести. Это образец, к которому мы можем только стремиться. Никаких выдумок, но прямо по Писанию призыв к покаянию. Исход 28, 34 Золотой позвонок и яблоко Золотой позвонок и яблоко По подолу верхней ризы кругом Исход 39, 26 Позвонок и яблоко По подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. Это образ проповеди, какая была принесена Духом Святым всей земле. И когда шел священник, то позвонки, звоночки эти звенели, провозвещая проповеди. А отсюда уже пошли колокола. Много прообразов Бог давал и через это предметное учил людей. Знаем воду, но если ее превратить в маленькие капельки, то получится пар. Это еще мало что подсказывает нам. Но вот через эти капельки прошли солнечные лучи, То в каждой капельке воды может отразиться солнце и получится радуга. Карамысло рекой повисло. Над рекой. Над рекой повисло. И вот теперь идет, придумали что? Идет у него кадильница у священника И внизу сделаны пустоты, маленькие как ножки. И там маленькие шарички. Он гремит и гремит как кандалами. Это тоже как бы по звонкам к этим. Ну то есть войдомки, погремушки, как патриарх Кирилл сказал. Уберите эти погремушки. Бытие 9.13 Я полагаю радугу мою в облаке, Чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землей. Бог мог бы каждый день с неба голосом возвещать. Потопа не будет. Бог так не говорит. А он дал радугу. Безбожникам это ничего не говорит. Они фотографируют, исследуют и на этом останавливаются. Они никогда не могут добавить к этому явлению слов. Какие нам передал Моисей. Что это есть знамение. Иногда сам человек является знамением. Жаль, жизнь моя была знамением для тех, кто жил вокруг меня эти годы. Весь израильский народ был знамением. И каждый христианин является таким знамением милости Божией, несокрушимости слов Его, что род все христианский не предет, не исчезнет до второго пришествия Христа. Ты можешь всех нас уничтожить, но род христианский не сможешь уничтожить. Хотя Библия и говорит о поражении христиан в последней битве с Антихристом. Откровение 13.7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. Но они все-таки останутся где-то в ущельях. Евреям 11.37 Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Чтобы люди помнили о величии данного Богом закона, Господь через своих учителей приучил их делать эти надписи на косяках, на воротах, и на рукавах, и на лбу, в коробочках носили. Матфея 23.5 Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Это знамение, чтобы могли возвещать грядущему роду о милостях Божьих. Для нас самое великое знамение есть крест. Матфея 24.30 Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. У нас везде крест и при рождении, и при смерти. Иоанн Златоуст говорит, что этому тройная причина, почему на небе перед предшествием Христа будет виден крест. «Чтобы устыдить воскресших противников Христа, чтобы ободрить верных христиан, и чтобы более прославить Христа». Крест – это слава Христа. Исайя 19.19.20 «В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у предела в ее, и будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской». «Езекииль 12.11 «Скажи, я знамение для вас, что делаю я, то будет с ними». Для апостола Петра каждый крик петуха был знамением его отречения. У католиков на их кирхах вместо флюгера стоит петушок жестяной, а для Валама было знамением ослица. Может быть, он где бы не увидел ослиную морду и уже смотрел с подозрением, не заговорит ли и это с ним, не принесет ли ему новую угрозу от Бога. Для него ослиная тень была страшнее, может быть, чем волчья стая. Колокольчики знаменовали за 1600 лет до пришествия Христа проповеди Евангелия. Ветшие трубочки разной длины в садах, и они издают звучание мелодичное, от ветра качаясь. Так и эти позвонки делали специалисты и справлялись с этой работой неплохо. Но для чего это нужно было, они не могли знать. Когда упущения идут в духовном, то сразу же начинается подмена на телесном уровне. Это абсолютно всегда. Люди мира отвергли Христа. И взамен, что получилось у них, назвали эту веру сивухой и опиумом. И в этом как раз сейчас и утонуло все. Наркомания. Наркомания. Всеобщая в стране. Табакокурение и пьянство задушило все. Апостол Павел немного касается, что сохранил народ что-то от того времени, когда входили они в обетованную землю. Евреям 9.4. Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл ааронов расцветший, искрежали завета. Так раз в год первосвященник видел ту самую манну, какую ели их прародители, чтобы помнили милости божьи. Нам тоже что-то надо сохранить от начала восстановления потерявки, чтобы показать, как было трудно и как Бог благословил нас. Сегодня уже и самонастроить, про это и слышать не хотят. Подавай кирпич. Да и не простой, а надо уже облицовочный. Какой я был кучер, а теперь царь Греции. Так было и с Жаном Вальжаном. Он смотрел на старые башмаки. Хранилось для памяти, служившие не только для спасения, но и хранили то, что было использовано в погибель Смутьяна. Мятежники призывали людей против Аарона и Моисея, и Бог сжег их вместе с кадильницами. И повелено было оставить эти кадильницы в знамение, чтобы никто не посягал на подобное в будущие века. Это приговор всем сектантам, отделяющимся от церкви. Число 16 глава 38-39. «Кадильницы грешников сих, смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лице Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов израилевых. И взял Елеазар священник медные кадильницы, которые принесли в сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника». Для христиан самое сильное и незаменимое знамение есть жертвоприношение, бескровное в литургии. Это до пришествия Христова. 1 Коринфянам 11-26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет, что Он умер за нас, и всякий раз это нужно еще и еще раз рассказывать народу. А у нас что делает священник в алтаре? Это знает только Он, да дьякон. Нужно же подробно возвещать всем людям о страшной Христовой казни, о Его любви, о Его пришествии. Посмотрите, что произошло у нас здесь, в деревне, за десять только лет. Ситуация точно такая же. Также были смутьяны, и также решили все делать самостоятельно, и также были сожжены Господом без вмешательства людей». Захария 2.8. «Ибо так говорит Господь Саваоф, «Для славы Он послал Меня к народам, грабившим вас, ибо касающиеся вас касается зеницы ока Его». Кто имел общение со смутьянами, должен перетрасти у себя в душе все, чтобы ни одной из семечки зла не осталось. И если что-то взято из заклятого, то Иисус Новин 7 глава говорит, что такое хан или Александр обязательно распространит на своих приближенных свою плесень, заразит их. всегда дают сигнал о том, что желательно, чтобы знали и другие. Это или часы, или выстрел пушки, Петропавловской, или рога победы. И колокол имеет свое значение. По отцу Григорию Дьяченко и по новой скрижали это разъясняется. Что такое проповедь? Для чего она нужна? Для того, чтобы через благую весть разбить греховную стену, разделяющую человека с Богом, попытаться ввести туда живую воду в осажденный дьяволом город. Все люди, как правило, ожесточаются против Бога, и их нужно умереть, привести в смиренное состояние. Гарнизон дьявола нахраняет крепость грешника, чтобы туда не проник Эммануил. Слово проповедь встречается в Библии в разных вариантах 144 раза. Из них в Ветхом Завете 16 раз. В неканонических книгах 2 раза. О чем же могли проповедовать в Ветхом Завете? О чем там звонили колокола? Бог творил добрые и чудные дела для тех, кто почитал Его и не склонялся к ложным идолам. Тавид 12,6. Доброе дело благословлять Бога, превозносить имя Его и благоговейно проповедовать о делах Божиих. И вы не ленитесь прославлять Его. Тавид 13,6. В земле плена Моего Я прославлю Его и проповедую силу и величие Его народу грешников. Не прославлю, а прославляю. Прославляю Его, проповедую силу и величие Его народу грешников. Обратитесь, грешники, и делайте правду перед ним. Кто знает, может быть, Он вас благоволит, а вас и окажет вам милость. У Бога всегда находятся проповедники, которые не повреждаются от какой-то политической системы или предвзятости. Они просто говорят о великом чуде Творца. Насколько все прекрасно, целесообразно в этом мире устроено Создателем. Солома, 17,2. Небеса проповедуют славу Божию и о делах рук Его вещает твердь. Солома, 34,28. И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день. Солома, 39,6. Много садилал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто подобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Солома, 144,11. Да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем. Притча 12,1-21. В главных местах собраний проповедуют, при входа в городские ворота говорит речь свою. Но всегда найдутся те, кто будет бить по рукам и по устам, чтобы живой родник проповеди иссяк. Они любят слушать по бассейнке, но не живое слово Бога. Им бы что полегче, что приятно для слуха. 2 Тимофея 4,3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху. Исайя 28,9. А говорят, кого хочет он учить ведению и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосов матери, Михея 2,11. Если бы какой ветреник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Михея 3,5. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляет войну. Псалом 49,16. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои. Проповедь тогда состояла из угроз и призыва покаяния, чтобы спастись от гнева Божия. О вечном спасении не было и речи. От грехов спасение и не обещалось тогда. Ион 1,2. Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Но ветхозаветный евангелист, пророк Исаия, уже тогда видел пророческим взором, что придет Мессия и будет истерзан, и о нем будут звучать все колокола, все голоса. Исаия 52,7. Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасения, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Полновесная проповедь зазвучала после сошествия Духа Святого на учеников Христовых. Иоанна 15,3. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. Деяние 4,2. Досады на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Деяния 8,5 и 25. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Они же, засвидетельствовав и проповедов Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях Самарийских проповедовали Евангелие. Деяние 9,20,27,28. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Варнава же, взяв Его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Слово проповедь, как существительное в Ветхом Завете, встречается всего лишь один раз. Почему? Исайя 28,9. А говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосов матери? Очевидно, потому что никому из прошлых пророков не было так открыто о проповеди о Мессии, дарующей прощение грехов, как пророку Исаии. 2 Коринфянам 4,5. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. 2 Коринфянам 10,16. Так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым чужом уделе. Нигде в мире не льют таких огромных колоколов, как в России. Чем бьют, чтобы издать звук? Это находится внутри сферы колокола и называется языком. Это уже напрямую говорит, что прообразуют колокол. Это уста проповедника. И назначение колокола только одно. Собрать верующих на молитву. А вначале это касалось монахов. В России стали колокола буквально одухотворять. Им стали давать имена. Поклоняться им, целовать и наказывать. И даже ссылать в ссылку, как из Углича. За то, что этим колоколом было возвещено об убийстве Дмитрия Царевича. И даже им языки отрывать и бить плетями. Колокола, колокол плетью били, наказывали. Но когда море развеяло, когда готовились наступления враги, А что сделать? Приказали воина взять бичи и море по волну хлистать. Что-то оно виновата потопило. Мне пришлось видеть старинную немецкую картину под названием «Колокол». Что бы вы могли представить на такой картине? Слава Иисусу Христу! Думаю, что трудно даже и вообразить. А дело было в Германии. Умер их кайзер-царь. Из всех его родственников, претендовавших на престол, самый ближайший был монах. Но нашлось много недругов у этого претендента. И они решили захватить власть и поставить своего человека. Он это тоже знал и велел приехать всей знати, всем баронам, боярам, тамошним навстречу. Они же задумали уже там и произвести смещение этого, как им казалось, слабохарактерного и слабовольного черноризца. Чтобы на его место поставить волевого, кто бы державу прославил своей твердой властью. Он пообещал им показать колокол, как монах. И все, покоритесь, такой этот колокол издаст звук. Я ударю таким языком этот колокол, что зазвенит в каждом ухе у всех, кто увидит и услышит про этот мой колокол. И вся эта дурь с вас, и с вас эта дурь вся ли слетит сразу. Они же только смеялись над его этими словами. Они же все рыцари, они смелые и воины закаленные. А он же только лишь монах. Вчера его вызвали из монастыря. Какое-то тамошнее слябли или пересвет. Он пообещал, что Германия не будет раздробленной. Врагов же главных было человек 30, за которыми стояло знать. Он утром приводит к себе в замок колеблющихся и сводит их в подвал. И нарисовано, что он стоит в подвале. Рядом с ним огромный черный Сен-Бернар. И те, кто были самые главные заковорщики, они уже были им в ночь перед этим арестованы, допрошены и казнены со сечением голов. И в подвале сложил из этих колоколов фигуру колокола на полу. И на рисунке изображено, как эти рыцари спускаются в подвал и застряли на лестнице. И друг через друга смотрит на лица вчерашних героев и баронов. Застывшая на их лицах смерть ощерилась приветствий и им. И эти едва тужица не падают. Ну как, кто не слышал этот колокол? Может его прочистить уши? Теперь они поняли, на что он способен. Не только зазвенело, но и потемнело в глазах. Даже на картине смотришь, и то страшно. Колокольни стали строить, чтобы там повесить колокола. И они намного выше церкви. И во время войны они были теми вехами, по которыми враг пристрелку вел. И говорили большевики, что на колокольнях были попы с пулеметами против красных. Ни одного священника там никто и не видел. А это малого раз распускали 70 лет. Когда наши войска отступали, то сами же и взрывали колокольни, чтобы их не видно было, куда врагу стрелять. Колокольня на Пасху делается местом паломничества, когда разрешается всем звонить. Радостная весть о воскрешенном спасителе. Знаю одного священника, отца Владимира Клипенштейна. Он около Фрунзе, Чалдаваре, Канонаршу много звонил. Ну весь мир сопливый. Где я там остановился? Ищи. И оттуда наш архивей приехал. И говорит, что вся община там развалилась. Надоел он всем окрестным народам. Отняли и построена им церковь. И все, что вложил туда, более чем на 100 тысяч долларов. Собранных и в Германии. Звон стоит в ушах. И уже после всего этого пошел и стал епископом. Иринеем звать теперь его. Не умея управлять собой, не умея не создать общину, и не умея сохранить уже бывший приход, подумал, что сумеет быть епископом пустыни. И стал Иринеем без епархии. Таково современное православие. Почему-то страх нападает на мусульман, и они в своих странах не разрешают звонить в колокола, которые заменили на деревянные била, доски. В доску бьет, звук глухой, означает ветхозаветное пророчество. И еще, дескать, неясное. В железо, когда звякнут, то тут кому непонятно. Самая понятная евангельская проповедь. Вот так и обращают, в кавычках, к Богу людей. Вот у нас висит в Лагерестане в рамке устав для колокольного звона. Сколько ударов в колокол должно быть и когда. И это значит, один удар, сбору креста, два занятия, три на обед, четыре начинается чтение Евангелия. Это лишь для сбора насильника в Лагерестане. Колокольный звон стали прославлять в песнях Бим-Бом. Бечерская Жанна поет и яромонах Роман. Время холеры и других болезней эпидемический колокольный звон не умолкал. Говорят, что от этого колебания воздуха гибнут заразные молекулы. В Барнаул привезли колокола, а не в рост человека почти. Бабки идут и прикладываются в мороз под 40 градусов. Посоветовал им целовать их, чтобы дольше запомнилось. При патриархе Алексии II вдруг отменили игру дьяконов, которую придумали внизу у кадильницы сделать ножки пустотелые и туда разные шарики заложить, и они тренькают, когда те машут. А шарики там колотятся, им тесно, и звон кандалов несется по храму. Разыгрались малоребятишки, а потом отменили или наигрались досыто, но перестали бомкать. Вот так и идет сейчас. Вот на крещение идут, дьякон машет, и на всю улицу бим-бом. Любое дело, что не по писанию допущено, его тут же начинают обласкивать, добавлять, усовершать, делать еще более игровым. И пошла писать губерния. Нет никакого предела в этих игрищах, колокол и так хорошо. Вот и созывайте людей на богослужение. Патриарх сказал, Кирилл говорит, а теперь хоть из пушки стреляй, никто не идет. Если мула у нас не кричит с минорета, и муэдзин еще не поставлен на колокольню, пусть будет так, но дальше-то не выукомуривайте, отцы пустынники. Пустынники. Если уж мертвый металл звучит, то тем более твой одухотворенный язык должен звать людей к покаянии, к любви Божией. О пролитой агнцем христовой крови на Голгофском кресте. Колокол. Слово латинское. Кампана. Появилось сначала в Кампании и в Южной Италии. Если бы мы что-то тут изобрели, к примеру, матрацы из крапивы, то так бы и называли потеряевские крапивные. На Востоке появились в 9 веке, когда дождь прислал Василию Македонянину 12 колоколов. В России колокола появились в 11 веке. Десять столетий о колоколах и не знал никто. Они были заимствованы от немцев. Сначала были небольшими и вешались на деревьях или на столбах. Большие колокола стали отливаться в Москве в 16 веке. Колокольный звон заменил собой древние обычаи созывать богомольцев или челеснорочно посылаемых или ударами вбило на молитву. Все. Ударил и все. Потом стали перезвоны делать, потом этому приписывать что-то мистическое. И так накрутили, что без этих звонов никуда. Стали утверждать, что этот звон отгоняет бесов. С таким же успехом можно доказать, что этот звон любят бесы. Но и на этом не остановились. Первоначальное назначение колокола созвать, дать знать. В древней России колокольный звон был одним из предметов благолепия церковного богослужения. Он не отличался особой стройностью. Такие есть виды колокольного звона. Благовест это мерные удары в колокол к началу службы и зовут достойно на литургии. Трезвон это звон во все колокола к началу службы после благовеста или в середине или к шестопсалме или к Евангелию. Колокольчика три привязаны за одну веревку и иногда дергают их ногой и на пальцах по ниточке колокольчиком. Такие есть виртуозы, что за ними не уследишь и глазами. Настоящие жонглеры. Они профессионали в своем деле. Профессионалы в своем деле. Перезвон это перебор по очереди начиная с большого до малого. Так звонят к водоосвящению в храмовые праздники к выносу креста и плащаницы. И когда выносят тело умершего священника бывает целодневный звон это в седмицу пасхальную в первый день Рождества или на восшествие на престол царя и его коронация. Частые удары большой колокол это во время пожара или в других случаях когда нужно скорее собрать народ. Вот на нас когда нападали коммунисты тогда мы били так точно. У нас был такой звонарь тогда 2 августа 1999 года. Он так усердно бил что на ладонях шкура слезла. Тогда дети на крышах скандировали и держали плакаты «Коммунисты людоеды руки прочь от лагеря Астана». Губители России займитесь своей душой. В Западной Европе там в движение приводится не ударная часть язык у колокола а сам колокол. Употреблению колоколов на востоке препятствуют фанатичные турки. Большие колокола в тысячу пудов появились только в России. В новой скрижале страница 451 деревянный называется Билла и Клепалу и развешивается по обеим сторонам церковной паперти. Прообразом этого были кимвалы в Ветхом Завете. У нас в лагере мы считали 4-5 это нападение врагов коммунисты или пожар. Удары были малые и великие и железные. Вот так мы проповеди назывались малая и великая и железная. Малая та, что где бы не встретился и говори сразу же о Христе, что он умер и воскрес от всех ко спасению. Бог есть любовь. Великое это рассказать все начиная с Ветхого Завета. Железное это сказать о неколебимости Слово Божие, о пророчествах, что они несомненно сбудутся, что суд Господень уже при дверях и закончить откровением. Малое означает древних пророков, как бы показывающих тень будущего. Звонкое означает, что по всем землям прошли вещания их благовестия. Оно только лишь означает, но не является, не заменяет никаким образом саму проповедь. Железное Билло выражает будущий суд и знаменует ангельскую трубу, которая соберет всех из гробов на общий суд. Стоимость колоколов очень большая. Туда добавляется меди серебро. И когда нужда была в пушках, то Петр Первый снимал колокола и приплавлял их на железную проповедь врагам. знали антихристом. Это же сделали коммунисты. Они сбрасывали колокола. И если бы не было колоколов, то может быть какой-то части гонений и не было бы. Жила бы церковь бедная и не было бы изъятия церковных ценностей. У нас порядок такой, что сколько хочешь храмов строить, были бы средства. Но у мусульман не так. В городе может быть только одна меча до тех пор, пока люди в нее вмещаются. Как только хотя бы один окажется на паперте, то нужно строить новую мечеть. Если там не будут вмещаться, тогда строите и третью. Передавали, что в Кабуле 400 мечетей. В других нациях, как видим, есть очень умные законы. Мне многое у мусульман нравится. Если ратовать за наведение порядка, я бы готов проголосовать за шариат. но не буду, потому что я христианин. Если люди не достигли до Моисеева закона, они бы приняли лучший мусульманский и был бы порядок. У них поймали 51 наркомана и тут же повесили. А у нас в школе продают в открытые наркотики. Как гражданин своей родины земной, я за то, чтобы в стране был порядок и очень строгий, как у Магобетан. У них с насильниками и убийцами быстро расправится. А у нас он всю жизнь может безобразничать. Отсидел и опять за старое. Видите, как кончается внезапно. Ясное дело, что перекладывал кассету и она закончилась. Все, отрываем. Здесь тоже отрываю.